российские геймер-разработчики рискуют потерять доступ к западным аудиостокам в статье говорится в основном про аудио и всякие саундтреки различные звуки которые сдаются в играх там допустим скрежет чего-то там придется нашим звукачам и студиям самим скрести вилкой по тарелке шуршать газеты и мешать вермишель как будто они там изображая какие-то мясистые звуки как я наблюдал когда записывают звуки для ведьмака вот по поводу звуковых и музыкальных аудиодорожек но не знаю придется обращаться наверное к местным группам местным производителям звукового аудиосопровождение чтобы они записывали потрясающие звуковые дорожки для наших местных игр конечно потеря доступа к такому специализированную аудиостоку как допустим что-то связано со звуками и музыкой это грустно и печально что так в такой ситуации мы оказываемся но при этом почему у нас такого нет и просто как альтернатива я не знаю вот сейчас вот возникает такая необходимость я думаю что какие-то энтузиазм энтузиасты мы могут подсуетиться и ухватить этот кусок то же самое что и с 3d стоками почему нет альтернативы там тому же скетчфабу хотя я как-то вот года два назад слышал что есть альтернатива скетчфабу в российском сегменте но что-то я его найти не могу наверное все таки его недостаточно пиарит недостаточно показывать его и либо его закрыли вот что вероятнее всего меня еще забавляет комментарии про то что теперь музыканты станут более востребованы из россии но посмотрим я надеюсь что все будет настолько грустно и печально ну уж звуки то наклепать мы сможем если вы не знаете где наклепать звуки можете обращаться ко мне у нас есть группа которая запишет свой для вас музыку вы только закажите вот так вот создатели смешариков и ситуации лицензии на пао истекают летом техники хватит на 23 года в общем создатели жалуются на то что не хватает уже лицензионного по точнее она скоро уже выйдет из своего пользования также как и оборудование через два-три года но лицензионная пао может гораздо быстрее то есть они останутся без какой-то лицензионной майи что переходите на блендер я мог бы сказать потому что я тут сам этот блендер блендер фил и мы все с вами тоже блендера филы но на самом деле очень сложно перестроить целую студию на то чтобы взять и пересесть на блендер это нужно делать постепенно со временем но так как там уже процессы выстроены и мультики штампуются без остановки скорее всего это вряд ли в ближайшее время возможно что они могут сделать наверное релацироваться на какой-нибудь там кипр открыт там себе филиал и через него все уже закупать потому что скорее всего не могут студии работать без лицензионного пао заключая договоры с каким-то там зарубежными партнерами но наверное какому там кита еще пофиг но на западе я думаю они все-таки обращают внимание на это и без лицензии что ничто ничего не сделаешь что можем посоветовать но мы вряд ли что-то можем здесь посоветовать можно просто обсудить это дело и так сказать посочувствовать слову операции я например в 90 и там в начале двухтысячных даже не подозревал ни о чем чего операции мы просто качали с интернета как на 32 килобитах в секунду различные игры что-то покупали где на дисках да я даже не думал что это пиратство то есть я такого даже не знал сейчас мы конечно все уже приучены к тому что вот есть этот купание вот этих игр и различного по я например уже в основном покупаю в стиме игру игру и играю вот то что мне нравится раньше тоже сам покупал на диск на дисках или скачал на торрентов и даже не стеснялся этого а сейчас как-то совестно но это не говорит о том что в 90-х двухтысячных я был бессовестный какой-то очень плохой парень но я жил вообще не в россии лицензионное повода нас не доезжал вообще первое с я увидел лицензионный пао это по-моему было от 1с игра в тылу врага такая красивая коробочка такая была вот я прям ходил каждый раз в магазин смотрел на эту коробочку и думал блин наверное классная игра но стоил она намного дороже чем все остальное и я просто ходил покупал starcraft 1 age of empires 2 на дисках и довольствовался тем что было вот ну а по поводу блендера то что он его не используют студиях это все уже закостенелые студии которые уже давно сидят на мая давно сидят на максе а новые в основном если студии открываются они наверняка могут сразу использовать блендер либо находить специалистов которые работают на блендере потому что он бесплатный и очень легко осваиваемый осваиваемый а если вы не знаете где освоить блендер то вы можете зайти ко мне на сайт 3d cube tutorials.ru слэш инфо и там приобрести курс базовый для изучения основ а также продвинутый для изучения программ профессии 3d generalist там будет и анимация и персонажка и различные объекты окружения и текстурирования в общем все-всего только самого прикольного самого интересного и в общем заходите покупайте и участвуйте в прохождении курса я буду проверять и выставлять оценки мармасет выпустил тулбак 405 ну что мармасет обновился до 405 я все еще все еще сижу на третьем потому что но его нету обновления в стиме наверное легче зачитать будет легкой системы для работы над внешним видом 3d сцены композинга и окончательного рендеринга тулбак широко используется игровыми художниками но также чаще применяется других отраслях бла-бла-бла давайте перейдем к там к нововведениям прошлогоднее обновление тулбак 4.0 добавил новую систему рисования 3d текстур права внутри мармасета великолепно после чего пользователи могут либо запекать текстурные карты для экспорта в другие программы или игровые движки тулбак экспортирует непосредственно в unity но не в unreal engine либо можно прямую отрендеры стоп кадры или анимацию мармасет описывает свою главную цель в тулбак 4.0.5 как улучшение рабочего процесса рисования текстур я очень скептически отношусь к таким моментом когда специализированной программе появляются дополнительные функции пример как adobe начинают в серию в сапсис впихивать вот это моделирование мне кажется что они лезут не в свой огород и лучше все-таки заниматься развивается сабскейнт асабс дизайнер не заниматься дополнительно моделируем для это если специализированной программы вот пусть они моделируют о ваших программах текстурированием нужно заниматься правильно вот и не лезьте свои дни свой огорода то же самое с марма с этом залезли зачем зачем нам надо рисовать текстуры внутри марма с это нового чего совсем уже конкуренцию substance painter составить хотите ну удачи вам конечно да зачем просто зачем появится режим трафарет предназначен для быстро добавление логотипов или граффити на объекты и установить маску экранного пространства при рисовании во вьюпорте ну трафарет это получается можно прямо внутри текстурировать логотипами граффити на объект зачем почему именно эта функция я не понимаю зачем это надо если ты можешь то же самое сделать в substance printer запек все что надо потом пошел и затрафаретил свою модельку как надо помимо этого обновления добавляется новая система новая система lazy mouse вау вот этого до этого никогда ни у кого такого еще не было если стабилизация свободных мазков кистью среди мелких улучшений новый бесшовный режим на корректирующем слой размытия для рисования поверх юв швов возможно генерировать маски из карт высот также была улучшена производительность она стала до 10 раз выше при работе со сложными текстурными проектами с большим количеством слоев очень очень сложная система ну и в итоге доступна она будет по цене 319 долларов для индивидуальных художников что на 20 долларов больше чем в предыдущем выпуске но еще и дороже новые технологии поддерживаются вот поддерживать технологии повышения разрешения вьюпорта dlss от nvidia повышать частоту кадров сложных сценах позволяет тулбак рендерить вьюпорт с более низким разрешением на затем повысить разрешение в общем стоит ли вам обновлять не стоит решать вам самим я например пока что доволен тем что есть когда появили появится необходимость использовать в рамосе тулбак 405 я думаю к тому времени уже будет 5 наверное поэтому не буду я торопиться с этим самым рамосетом обновлять того что есть мне достаточно но если вам хочется узнать что там новую то welcome так сказать доставайте свои кошельки либо пиратские трубки шапки и повязку на глаз и все вперед узнавать что же нового добавили разработчики в мармасе тулбак 405 умер вячеслав назарук мультипликатор создавший мамонтенка вячеслав назарук умер в возрасте 81 год что является конечно невероятным достижением в наше время дожить до 81 года советскому человеку надо постараться он был художник постановщиком для мультфильмов кот леопольд мама для мамонтенка крошка енот и другие очень печальная новость яндекс не следит за пользователями умных колонок алиса в новости говорится что яндекс никогда не прослушивать своих пользователей через умные устройства но естественно мы верим каждому слову яндекса в этом направлении не зря же когда мы с вами общаемся там допустим на кухне при включенном телефоне либо какому-то умном устройстве через минут две появляется то о чем мы говорим в поиске либо каком-то баннере от яндекса постоянно происходит эта тема поэтому говорить о том что там никто не нас нет никого не прослушивать ну давайте будем камон как говорится это же яндекс ну тут описано что само включение микрофона могут можно заметить только в тестовой версии вы самовключение может быть можно заметить в тестовой версии а в рабочей версии уже не просто как не в тестовом режиме а в пост на постоянной основе скорее всего отключен микрофон иначе как вас слышит алиса то есть вы скажете алиса добрый день она сразу вам ответит она что не на самом включенном микрофоне находится но в телефоне то она по-любому вам ответит вот и может даже вам нахамить так что яндекс конечно молодцы очень классная компания ничего плохого сказать не могу но то что устройство нас не подслушивают ну я бы поставил под сомнение не мог не прочитать эту новость релиз star wars jedi survivor перенесли на конец апреля не мог не отметить эту новость потому что 28 апреля состоится релиз вместо заявленного дата даты на 17 марта я прошел первую часть fall and order и мне очень понравилось потому что давно не было ничего интересного по звездным войнам хоть и сюжет достаточно наивен и персонажи такие все клишированные но в отсутствие вот просто какой-либо нормальной игры и по сравнению с 7 8 9 эпизодом это просто был такой мастер-пис и вот посмотрим какое будет продолжение насколько оно будет на уровне первого чаще всего это не так чаще всего на слабее но поживем увидим так сказать будем посмотреть и в этом будет в этой части также появится наш предыдущий в этой части также быть главным героем кэл кэстис и как написано в новости что он будет одновременно пользоваться и мечом и бластером но то есть он будет и цивилизованным оружием и менее цивилизованным оружием пользоваться в игре не будет крови после отсечения конечностей врагов очень интересным мы сознаем что меч про же прижигает хоть будет расчленен кожа хорошо судя по этой фразе что при отсечении конечностей крови не будет значит будет просто рассечение конечностей отлично так и запротоколируем в dying light 2 и киберпанк 2007 7 появится поддержка dlss 3 не знаю что это значит но звучит очень круто провел я гигантское количество исследований напомнил на тему новостных у таких обзоров посмотрел большое количество роликов и в общем погрузился в эту тему из тех кого прям могу выделить наверное выделю артемия лебедева всего подачи но откровенно и нагло тырить его идеи с какими-то блоками прямо не хочется но настолько мне понравилось как он подает информацию естественно с матом со всем этим делом но я так не могу поэтому буду вести все по-своему но мне пришлось посмотреть очень много различных не только его но и еще других каких-то блогеров и сделать какие-то выводы но есть идеи которые можно я думаю стырить и использовать применить в своем деле тем более я учусь и как можно учиться без референсов только если ты просто гений у тебя есть гигантское количество времени на то чтобы исследовать и делать работу методом проб и ошибок я так и так все равно это занимаюсь у меня метод проб и ошибок но я стараюсь все-таки подсматривать у кого-то у кого все это получается и попытаться перенести на себя надеюсь что это вполне себе логично разумно и вы не будете слишком сильно ругаться пишите свои комментарии по поводу вот такого формата мне очень интересно следить за тем как вы реагируете на мои потуги на мои попытки создать что-то новое что-то интересное я учусь я применяю какие-то новые возможности я взял телефон без обычной веб-камеры и мне очень неприятно неприятно и непривычно говорить в телефон потому что обычно говорю вот вебку сегодня я попробовал в телефон посмотрим как это получится что из этого выйдет надеюсь что будет нормально осталось поменять только фон вместо от этой стены я бы что такое интересное красивенькое красивым светом подсветкой бы поставил и было бы наверное много лучше но мне просто некуда это делать когда-нибудь я уберут этот шкаф он переедет на дачу и в таком случае получится может быть более-менее обустроить свой уголок но пока сын еще мелкий очень сложно это сделать потому что вот я сделаю красиво он придет все это сломает нафиг у меня даже есть хромакей если что а я его не могу повесить все и куда его повешу сюда повешу и через день его уже не будет здесь приходится надо будет собирать все разбирать заново и а мне очень лень было бы какой-нибудь устройство которую хопа выдвигала хромакей потом хопа обратно его собирал вот одной кнопочкой вот я бы такое бы использовал еще какие-то лампы которые поставил во время записи а когда записи закончил нажал кнопку они все убрались в пол вообще люблю технологии и надеюсь когда они до не дойдут вот что совсем буду прощаться до скорых встреч с вами был кирилл подписывайтесь на канал ставьте лайки и приходите на следующие видео которые обязательно появятся на моем канале